Так, кидаешь прямо? Вот, например, вот эти одинаковые, да? Вот так, и всё, надо брать один. А ещё вот это одинаковые, типа так, бильярдик. Пятикорсница Ичин Харлоу сегодня в роли консультанта по монгольской культуре. Показывают, как в её родной стране играют в кости. На этой национальной выставке студенты из Монголии собрали вещи, которые могли бы представить культуру их страны. Здесь одежда, сувениры. Так звучит старинный монгольский инструмент маринхур. По-русски его можно назвать виолончелью. Струны у маринхура из лошадиного хвоста. Монголы считают инструмент природным и наделяют его сакральным смыслом. Когда мы покупаем новый дом, обязательно надо играть с виолончелью, чтобы в дому мы хорошо жили, спокойнее и мирно жили. По мышлению, вот, ну, кого у вас семья, обычно, я не выбираю. На день родной страны студент из Монголии при параде. Когда ещё наденешь национальную одежду? Это называется Дэл. Шла моя бабушка. Это серебряный элемент, должен на национальных одеждах носить. У нас сами это делают, но это я от деда взял. Народные танцы и песни на концерт в честь дня Монголии пригласили студентов и преподавателей ЛГПУ. Оказалось, языковые преграды здесь отсутствуют. Монгольские студенты, 99% приезжают к нам со знанием русского языка, потому что Монголия единственная страна осталась на земном шаре, где до сих пор в школе изучают русский язык. Монгольские студенты прекрасно знают нашу литературу. Московская кадриль в исполнении танцоров из Монголии как яркий пример дружбы народа. Сегодня в университете обучается 31 студент из Монголии. Всего числится представитель 24 стран. Праздники культур помогают им подружиться. Уже в марте студенты будут отмечать День Туркменистана, а в апреле День Африки. Ольга Бугакова, Михаил Жилкин, Липецкое время. Субтитры создавал DimaTorzok